Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Колейдоскоп» и я, её ведущая, Ирина Ковалёва. Сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых интересных и ярких событиях уходящей недели. Руководство музея-усадьбы Академика Павлова решило отметить 70-летний юбилей весьма необычным образом. В честь этого события на территории усадьбы был дан сиреневый бал. У многих весна ассоциируется с сиренью и тёплой майской погодой, а сладкий аромат навевает воспоминания о детстве и поиске волшебного цветка с пятью лепестками. В России сирень всегда росла в старинных усадьбах. Её выращивали в садах, парках, возле особняков. И когда наступала весна, эти сады заливало море цветущей сирени. Это был неотъемлемый элемент русских усадеб. Наверное, именно поэтому здесь, в музее-усадьбе Академика Павлова, решили отметить юбилей сиреневым балом. Дело в том, что и Павлов отлюбил сирень, и весной музей открыт. И потом, вы знаете, что это вот тоже новый павловский ориентировочный рефлекс, что такое. И я думаю, что сегодня просто родится новая традиция в музее. Мы будем отмечать на природе, потому что мне всегда хочется эти события встречать в Павловском саду. Потому что действительно, может быть, и эстетический вкус формировался у Павлова именно в саду. Не только он получал прививку от праздности Лени. В этот день поздравить коллектив музея пришли его друзья. Подарки, награды и грамоты, тёплые слова – всё это искренне, от души. Ведь именно благодаря этим людям дом Академика Павлова остаётся таким же тёплым и гостеприимным, как и в то время, когда там жил молодой Иван Петрович со своими родителями. Отдельное спасибо за это, конечно же, теперешней хозяйке – директору Наталье Загриной. Действительно замечательно, что такие продолжатели у Ивана Петровича. И благодаря тому, что вокруг музея сформировалось потрясающее сообщество уникальных людей, мы понимаем, что дело Ивана Петровича живёт, будет жить вечно. Отдельно обязательно надо сказать о Наталье Александровне, потому что Наталья Александровна – это не просто руководитель музея, это вообще символы Рязани, символы региона и символ нашей страны. Её знают в стране, знают за рубежом. И замечательно, что именно такие люди становятся символом. Сиреневый бал ознаменовался открытием выставки, посвящённой сирене. Для этой экспозиции картины предоставил Рязанский художественный музей. А вот фотографии прислали со всего мира – Хорватия, Португалия, Франция, Германия, США. Вот далеко не полный список стран, в котором знают и чтят академика Павлова и музей-усадьбу его имени. Вообще, основное действие сиреневого балла должно было пройти в Павловском саду. Однако погода немного подкорректировала планы организаторов, но ни в коем случае не помешала им. Сегодня музей – это хранитель и духовной, и материальной памяти об Иване Петровиче Павлове. Я так думаю, что и погода нам не помешает, поскольку всё-таки природа – это алтарь бога, и спорить с природой нельзя. Поэтому я так думаю, что закончится дождь, и мы ещё сумеем насладиться воздухом таким чудесным Павловского сада. Конечно же, подобный праздник не мог обойтись без исторических танцев, в организации которых помогла студия «Белый бал». Ну а после, несмотря на погоду, всех ждал чай с пирогами в Павловском саду. В минувшие выходные жители всей страны могли абсолютно бесплатно посетить экспозиции музеев в довольно непривычное вечернее время. О том, как акция «Ночь» в музее прошла в нашем городе, расскажем в следующем сюжете. Дождливая погода не помешала Рязанским музеям провести одну из самых ярких акций года. «Ночь» в музее – это прекрасная возможность бесплатно посетить все экспозиции в нестандартное вечернее время и принять участие в многочисленных конкурсах и играх, которые традиционно организуют музейные сотрудники для своих посетителей. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике праздник начался с подведения итогов конкурса детских творческих работ «Мой Кремль». В этом году тематика конкурса была связана с историей и культурой древнерусских городов-крепостей на Рязанской земле. Однако главным источником вдохновения, как обычно, стал Кремль. Его рисовали, лепили и даже вязали. Всего на конкурс было подано более 200 работ. На «Ночи» в музее авторы самых талантливых из них получили грамоты и памятные подарки. Ну а после, вместе с родителями, ребята приняли участие в других мероприятиях акции, которая в этом году была посвящена Году российского кино. Тематические квесты, спектакль и небольшая выставка, посвященная известным актерам, рожденным на Рязанской земле, должны были рассказать рязанцам о том, как зарождалось и развивалось искусство кино в нашем городе. Самое интересное, наверное, это экскурсия по Рязани, по старым киноадресам. Можно путешествовать по нашему городу и узнать, как зарождалось кино в нашем городе, где оно начинало свое, где набрало свое начало, то есть с пользой и с интересом провести свое время. А в гостинице «Черни» можно было посетить выставку одного экспоната. В данном случае им стал японский меч, который был вручен нашему земляку генерал-лейтенанту танковых войск Макару Терехину, командиром японской дивизии. Произошло это во время русско-японской войны. Все помнят вот эту беспримерную операцию, когда наши советские войска перевалили через хребет Большой Хингана. Как раз вот в этот момент Терехин со своим соединением блокировал целую японскую дивизию и принудил сдаться ее без боя. Он написал ультиматум, где предложил условия безоговорочной сдачи. Этот ультиматум был принят, потому что японцам, в общем-то, бесполезно было сопротивляться, и командир японской дивизии Китазава Тейджиро, тоже генерал-лейтенант, в знак признания такой блестящей операции, при капитуляции отдает свое личное оружие, японский меч. Жаль, что в связи с пасмурной погодой отменился концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Но и без этого ночь в музее, как обычно, получилась яркой и запоминающейся. А тем временем в Рязанском художественном музее открылась новая выставка, на которой все желающие могут увидеть уникальную коллекцию графики. Тамбовская картинная галерея – старый добрый друг нашего Рязанского художественного музея. Два года назад оттуда к нам приезжала выставка западноевропейского искусства, а именно живописи. Сейчас же перед нами уникальная коллекция графики. Графика – это рисунки на бумаге. Все, что связано с бумагой, это произведения графические. Они могут быть выполнены как карандашом, акварелью, гуашью, так и в технике печатной графики. То есть как оттиски на бумаге с какой-то основы. Если это металлическая пластина – это гравюра. Если это доска – это ксилография. Если это рисунок на камне, оттиснутый на бумаге – это литография. Графических техник очень много. Объединяет их основа – бумага, которая является материалом довольно хрупким. Так что графические работы по понятным причинам далеко не всегда доступны для просмотра посетителям музея. Сегодня же у рязанцев есть уникальная возможность на выставке «Магия старинного рисунка» познакомиться с произведениями графики русских и западноевропейских художников 16-20 веков. Здесь действительно представлены подлинники произведений, которым исполнилось не одна сотня лет. Действительно, это бесценные сокровища. И, наверное, не каждый зритель может похвастаться, что видел подлинники, оригиналы. Дело в том, что в наше время мы очень испорчены вот этим репродукционным видением. То есть мы видим, листаем как в бумажном варианте, так и в интернет, в изображениях, те или иные изображения. И нам кажется, что, ну вот, а чего ходить в музей, если мы все это и так увидим. Но дело в том, что подлинность руки автора на картине или на рисунке, она завораживает. Она несет совершенно особый эмоциональный или, если хотите, энергетический заряд. Поэтому выставка в музее подлинных произведений всегда дает какое-то особое ощущение, особое впечатление встречи с прекрасным. Эта коллекция графики формировалась на протяжении многих десятилетий. Основу ее составили национализированные из Тамбовских усадеб после революции 1917 года собрание известных коллекционеров Бориса Чечерина и Павла Строганова. А особенность этой выставки заключается в том, что большая часть этих произведений экспонируется после реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Игоря Горбаря. Здесь, конечно, представлены совершенно уникальные работы европейских художников, которых, к сожалению, нет в нашем собрании. Таких, как, например, рисунок 500-летней давности Андреа Дель Сарта, как рисунок Агастина Караччи, художника, итальянского художника 17 века, как работы малых голландцев, рисунки созданы также в 17 веке. На выставке также экспонируются рисунки выдающихся русских художников конца 19-го – начала 20-го веков Валентины Серова, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Филиппа Малявина. В частности, рисунки Филиппа Малявина, выполненные на бумаге карандашом, для нас очень значимы, поскольку выполнены они в конце 19 века в рязанской деревне Оксинино, где более 20 лет жил художник, который составил, в общем-то, свое имя в русском искусстве. Он прославился как мастер такого народного бытового жанрового портрета крестьянского, именно крестьянского, и знаменитые малявинские бабы, девки, украшают многие музеи мира, в том числе Третьяковскую галерею, где целый зал работ Малявина. Выставка будет работать в Рязанском художественном музее до 25 июля, так что не упустите возможность насладиться магией старинного рисунка. Чем ближе лето, тем менее насыщенной станет выставочная жизнь города. Зато все чаще на улицах Рязани будут проходить веселые праздники. Наконец-то в нашем городе вновь открылось фестивальное лето, а это значит, что теперь пятничными вечерами не будет возникать вопрос, где с пользой и удовольствием провести время, получив при этом максимум ярких эмоций. Ответ будет очевиден на главной пешеходной улице Рязани, улице Почтовой, где нас вновь закружит круговорот праздников, фестивалей и концертов. В этом году мы, прежде чем приступить к планированию фестивального лета на этот сезон, мы проанализировали прошлогодние мероприятия, оставили из них наиболее удачные, заменили менее удачные на новые проекты. Поэтому вот в этом году у нас будет такой симбиоз из удачных прошлогодних мероприятий и новых проектов, которые... Вот можно просто очень долго про них рассказывать, их очень много. Поэтому лучше просто приходить каждую пятницу на Почтовую. Вы не ошибетесь, здесь всегда будет интересно. На открытии фестивального лета всех гостей ждали самые разнообразные развлечения. В их числе яркая концертная программа, где было все. И песни, и танцы, и интерактивные игры. Кроме того, работало огромное количество площадок, где можно было много узнать о военной форме времен Великой Отечественной и Гражданской войны, принять участие в конкурсах или же полюбоваться на самовары и оценить все их многообразие. Самые большие самовары – это трактирные, монастырские. И самовары средних размеров, ну, повседневного пользования. Бывают самовары совсем маленькие, их называют эгоистами. Этот самовар Тульского патронного завода вмещает в себя 35 литров, а весит при этом 24 килограмма. Он является одним из самых ранних в коллекции Руслана, которая, кстати, насчитывает более 100 экземпляров. Здесь же коллекционеры знакомят всех желающих с историей этой старинной утвари, таким образом пытаясь возродить традицию семейных чайпитий. Пить чай из самоваров, ну, наверное, это новый виток. Что-то новое, хорошо забытое, старое. Так получается. Все же забросили все свои самовары далеко на чердаке и забыли их там где-то в деревнях, а теперь вспомнили об этом. И люди, выезжающие на природу, на дачу, да и так вот просто во дворе, где это позволено делать, с удовольствием затапливают именно дровяные самовары. Кто-то впервые принимает участие в фестивальном лете. А вот, например, детская библиотека уже с прошлого года закрепилась на этом празднике. Это возможность познакомиться с нашими непосредственными читателями, с детьми города, ну и, конечно, как-то привлечь их внимание, детей города к книгам, к чтению, потому что сейчас наступает лето, и дети обязательно должны летом читать. Кроме этого, не стоит забывать о возможности послушать здесь живую музыку или приобрести сувенир. В общем, открытием фестивального лета, которое в этом году будет идти на протяжении четырех месяцев, кажется, довольно всем. Нам очень это нравится. Мы в прошлом году приходили, и в этом будем проходить. Я только за. Я не ожидала, что приду на побелку и вижу такой праздник. Радость души, радость сердца, радость глаза, и я очень горжусь моим городом. Мне кажется, что для нашего города, для Рязани, это просто какое-то такое отдушина, что можно прийти, погулять, посмотреть много интересных вещей, поделки, концерты, музыка приятная. То есть я положительно тушусь. Нам же остается следить за афишей и наслаждаться очередным сезоном фестивального лета в Рязани. На этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых, уже летних событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова